Частушки и колыбельные звучат на конкурсе сольного народного пения. Девушки исполняют по два музыкальных произведения, поют о капельном без музыки и под сопровождением баяна. Конкурс сольных исполнителей проходит впервые. В нем принимают участие дети от 10 лет до 21 года. Они соревнуются в четырех номинациях, разделенных по возрастным группам. Петь сложнее сольно, потому что ты выходишь на сцену, борешься тет-а-тет-залом. В ансамбле там за кого-то можно спрятаться, а здесь уже ты ни за кого не спрячешься. Участники прошли предварительный отбор по видеозаписям. Из 60 человек в очный тур перешли 52. Они приехали из всех уголков Рязанской области, а Дарья Кобякова из Нижнего Новгорода. Она занимается вокалом уже пять лет. У меня бабушка пела, русский народный папа тоже любит петь, все любят петь. Мне нравится это делать. Когда я вырос, то я буду артисткой. Ты ела, что пела? Ну что ты ела, что пела? А козой отвечает «Ме-е-е-е-е-е-е-е». Народная песня сложна в исполнении. Ее нужно не просто пропеть, а рассказать, помочь зрителю прочувствовать каждое слово. Она была связана с жизнью народа. Понимаете, это и трудовые песни, это и лирические песни, это и эпос, исторические, так сказать, произведения. Поэтому все, что было связано с жизнью, это, естественно, народная песня. Строгое жюри оценивает природные вокальные данные участников. Их артистизм и умение держаться на сцене. Но главным критерием остается искренность и осознанность исполнения столь личных историй.